добрый день дорогие друзья сегодня мы поговорим о дефенбахия как я считаю это идеальное растение для фитофильтра у этого растения очень хорошая корневая система она хорошо приживается фитофильтре и дает быстро новые листочки дефенбахия очень влаголюбивая так как растет во влажных лесах южной америки я его часто опрыскиваю как в принципе и все растения которые находятся в фитофильтре дефенбахия любит хорошее освещение недостатки света растения вытянется и очень быстро превратиться в тонкое ломкое дерево и большим пучком листьев сверху так как на родине дефенбахий высокая влажность поэтому нуждается в регулярном опрыскивание края листьев сохнут из-за сухости воздуха это растение очень не любит сквозняки советую сажать фитофильтр дефенбахия которая растет кустообразно а не ту которая растет как дерево потому что это растение растет довольно таки быстро и вам придется часто его подрезать а кустообразно дефенбахия она не такая высокая и не надо будет так часто ее подрезать хочу еще раз повторить что-то одно из лучших растений для фитофильтра после посадки этого растения фитофильтр прошло примерно 4 месяца за это время аноми у меня увеличилась где-то в полтора раза дефенбахия хорошо вытягивает нитраты из воды потому что у него хорошая корневая система корни быстро идут в рост фитофильтре и благодаря этому само растение начинает хорошо расти следующем ролике мы поговорим о спацифилуме до свидания до новых встреч а